В War Thunder вышло обновление Активный поиск, с чем я вас и поздравляю. И скажем так, старт обновления вышел довольно странным, из-за большого числа багов и всяких других странностей. На своей памяти я даже не припомню, чтобы при обновлении было настолько много косяков. Например, на вашей технике могут отображаться наклейки других игроков. Со звуками тоже напортачили, тут можно отметить отсутствие звука почти на всех нарах и других ракетах. Звука выстрелов ракет нет. А также довольно странный звук удара артиллерии. С настройкой новых ракет воздух-воздух, в частности Р-77, тоже есть проблемы. Они просто не попадают в цель, в отличие от тех же АИМ-120. Ракета моя все ближе, 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 ближе. Ближе, 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 уже некуда. И... Нихрена не попало, я понял. Зато вражеская в меня попала. 120-е запустили. Слушайте, походу, 120-е реально лучше настроены. Все, давайте без самолетов, пожалуйста. Еще в игре появилась новая механик разделения ЛТЦ и дипольных отражателей. Из-за проблем в кодуре, при выборе стандартного разделения, предложенного игрой, на вашей технике во время появления вообще не будет никаких контр-мир. И других мелких козяков тут тоже предостаточно. Еще и в управление вышла маленькая неурядица. Улитки добавили визуальный селектор подвесного вооружения, который по умолчанию вызывается с сочетанием клавиш Shift плюс А. Из-за чего многие из вас могли разбить свой самолет или вертолет, так как у многих в настройках управления ось тангажа стояла как раз таки на Shift и контроле. И при такой настройке, во время попытки маневра, открывался этот самый визуальный селектор, вместо совершения самого маневра. Разве... Что-то опять у меня эта хуйка отключилась. Левый Shift А. Ну ты... Кто-то придумал... Клавишу эту... Поэтому я вам сразу хочу показать, как отключить этот самый селектор. Например, заходим в настройки управления, вооружение, находим пункт визуальный селектор вооружения и убираем эту настройку к черту. Либо меняем на ту клавишу, которая вам удобнее, если данная механика вам необходима. Тут радует только одно, что улитки обычно быстро устраняют проблемы выпуском хотфиксов. Так что в ближайшие 2-3 недели ожидаем исправления всех этих косяков. Кстати, можете в комментариях написать, с какими проблемами столкнулись вы в первые дни патча. Далее мы переходим к самому обзору обновления, главным нововведением которого являются ракеты Fox 3 для каждой нации. Это ракеты с активной радиолокационной головкой самонаведения. Устанавливать их можно на самые топовые самолеты, в том числе и на некоторые новинки. По сути, это ракеты средней дальности, которые на определенной дистанции от самолета включают свой собственный РЛС и далее уже долетают до противника без участия РЛС самого самолета. И опять же, как я и сказал ранее, я покатал уже немножко и на новой сушке я вообще попасть не смог ни разу, по-моему, с запусков за 8 R77. А вот аимками 120-ми у меня уже получалось попадать. Так что тут, скорее всего, проблема еще в настройках. Тут надо будет, конечно, опять подождать, когда это все исправится. Следующее важное нововведение – это новые модули для бронетехники. Голосовали за эту фишку сами игроки, хотя я лично был против этой инициативы. В общем, теперь на некоторых машинах более подробно реализованы внутренние модули, что, по идее, должно уменьшить число случаев, когда после пробития бронетехники урон не наносился. И тут сразу хочу добавить, что, поиграв некоторое время, я могу с уверенностью сказать, что в целом на геймплее это сказалось не сильно. Та же деривация как ваншотилась, так и ваншотится. Хотя при этом я видел панические комментарии, что «Ааа, все, деривация, говно!» и так далее. Но по факту это не так, так что можете не переживать. Более подробно новые модули можно будет рассмотреть в другом видео, и деривацию, кстати, тоже, ведь у нее поменялась подача боеприпасов. Далее еще одна фишка – это лечение раненых членов экипажа. Работает это так. Ваш экипаж получает ранения и становится, например, красного цвета, и получает дебафы характеристик. Проходит немного времени без получения урона, и ваш экипаж начинает восстанавливать свое здоровье до уровня, когда штрафы на боевые навыки будут устранены. Это примерно немного такое желтое состояние. Работает это в любом месте, на точку захвата заезжать не обязательно. Также добавили новые модели экипажей, соответствующие своей эпохе. Увидеть их можно пока что только на советах и немцах в наземке с открытым верхом, и у США и советов на некоторых самолетах. В воздушных реалистичных боях появилась возможность выбрать уменьшенный размер команды до 12 человек вместо 16 стандартных. Эта настройка актуальна как раз таки для новых самолетов с ракетами Фокс-3, чтобы было меньше неразберихи. Но постоянно попадать к уменьшенной команде не выйдет. Просто появится небольшой шанс, так как многие просто не включат эту функцию. Кстати говоря, включается она в главном меню. При выборе режимов игры необходимо навести на воздушные бои, нажать на шестеренку и поставить галочку на «Да». Участвовать в боях с меньшим размером команд. Далее максимальный боевой рейтинг некоторых топовых самолетов стал 13-0, чтобы отделить их от более слабых предтопов. Ну а еще колеса нативной техники теперь физические и будут отваливаться при уничтожении. Эту механику мы кстати тестировали в первоапрельском ивенте. Еще вышло довольно спорное изменение в интерфейсе игры. С одной стороны классно, что теперь технику можно просто перетягивать с ветки исследований прямо в сетап и обратно. Это реально очень удобно. А вот когда вы, зайдя на карту, начинаете выбирать технику из своего сетапа, интерфейс в этом моменте, на мой взгляд, стал крайне перекрушенным. И нужно его дорабатывать. Например, количество очков «Возрождения» перенести на нижнюю строчку и сделать более заметным. А количество дублеров оставить сверху. Также сделали возможным менять порядок слотов экипажей в самом ангаре. По основным фишкам патча мы прошлись, далее поговорим о менее заметных изменениях, которые будут влиять на геймплей. Например, увеличили вероятность взрыва и пожара топливных баков при их уничтожении, но при этом увеличили их конструктивную прочность. То есть получаемого урона нужно больше для уничтожения. Также переработали фугасное воздействие кумулятивных снарядов и птуров. Особенно интересно будет посмотреть на урон халфайеров и мавериков. Говорят, что для ракет и птуров калибра 170 мм и более увеличили количество осколков, а также увеличили сектор их разлета и подняли урон этих самых осколков. Про это в целом можно снять отдельное видео, если вы захотите. Хотя вчера я стримил и запустив кучу мавериков, у меня было из 6 запусков 2 попадания без урона. Так что не знаю, реально ли подняли урон или мне просто не повезло. Далее, видаркам уменьшили углы отрицательного наведения до минус 2,5 градусов. До этого было минус 4. Еще одно интересное изменение касается Китая, а именно нескольких машин. ЗТЗ-59Д1, ЗТЛ-11, ВМА-301, ЗТЗ-88А и ТИП-69-2Г. В боекомплект данных машин добавили бетонобойный полубронебойный снаряд БТМ-1. Причем он довольно интересный. У него пробой почти под 100 мм и более 2 кг взрывчатки на борту, что по идее может ваншотать технику через командирские лючки и погоны башен. Также таким машинам, как ML-90, ELON-90 и RATL-90 подняли бронепробитие с 320 до 350 мм, что в целом скорее всего ни на что не повлияет. А вот Супер Хейлкото снизили мощность двигателя с 460 до 400 лошадиных сил, что достаточно сильно скажется на его подвижности, поэтому можно считать, что его по сути понерфили. А вот вторые фазики получили полуторакратный баф к скорости поворота башни, и теперь они крутятся не 14 градусов в секунду, а 25, что делает из них еще более опасных противников, особенно в городе, ну разумеется на низких рангах. Еще отдельно хочу отметить, что пушка Вя-23 получила небольшой нерв. В ОЗТ снарядах масса взрывчатого вещества снижена с 15,6 до 11 грамм. Следующее изменение требует комментария от знающих пилотов Бартандера. В общем, для бортовых РЛС и Ракет Фокс-3 уменьшена максимальная высота эффекта антипода с 100 до 60 метров над поверхностью. Насколько я понял, это довольно серьезное изменение, но из-за того, что я не катаю воздушные бои, оценить я его не могу. Тут нужна пояснительная бригада, так что оставляйте в комментариях, что вы думаете по поводу данного изменения. Еще, как я понял, все версии Мига-23 были занерфлены с помощью аэродинамики. Говорят, что они теперь теряют скорость при маневрах намного сильнее, чем раньше. Тут тоже можете поделиться своим мнением в комментах. Еще на беспилотниках добавили отражение танковой мини-карты, а по графике говорят, что уменьшили засветы неба, если смотреть против солнца на рассвете и закате. Я пока в это время на карты не попадал, так что ничего тут сказать не могу. Ну и по сути, на этом основные и самые интересные, на мой взгляд, изменения этого патча мы рассмотрели. Что же касается новой техники, обзоры на нее я сделаю чуть позже, но в другом формате, нежели раньше. Тут нужно немножко подождать. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки данному видео, чтобы меня поддержать и заходите в мои соцсети, чтобы всегда быть на связи. А на бусте вас ждет ранний доступ и эксклюзивный контент. Ну а если вы доносите в War Thunder, не забывайте пользоваться моей реферальной ссылкой, чтобы получить скидку и мою наклеечку в подарок. С вами был Freeman Project, всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok